Здравствуйте! Меня зовут Ирина Меликесцева и я работаю в Южноуральском Федеральном Научном Центре Минералогии и Геоэкологии Уральского Отделения Российской Академии Наук в городе Миасе. Наверное, не совсем обычно рассказывать о современных гидротермальных сульфидных полях, которые образуются в океане из центра Евразийского континента, но тем не менее судьба сложилась так, что я тоже попала в обойму тех людей, которые занимаются этими объектами. Конечно же, все начиналось с континента, и когда я приехала сюда работать в 1999 году и попала в аспирантуру к профессору Виктору Владимировичу Зайкову, я занималась медно-колчеданными месторождениями на юге Урала, которые содержат кобальт, никель. И так получилось, что в современном океане существуют близкие по происхождению гидротермальные сульфидные поля. Поскольку Виктор Владимирович Зайков всегда пропагандировал сравнительный анализ между древними и современными сульфидными залежами, и это направление всегда развивалось в нашей лаборатории, то я сравнивала свои южноуральские колчеданные месторождения с этими объектами, которые давно уже изучаются разными мировыми исследователями. И после защиты диссертации в 2005 году я попала на школу морской геологии, где выступила с докладом о сравнительном анализе древних и современных гидротермальных полей, связанных с ультрамофитами, которые характеризуются повышенными содержаниями кобальта, никеля, местами золота. И на этой конференции присутствовали сотрудники полярной морской георазведочной экспедиции. Эта организация находится в городе Ломоносове, в пригороде Санкт-Петербурга, и занимается поисками и разведкой современных гидротермальных сульфидных руд в Атлантическом океане. Ну так вышло, что они пригласили участвовать меня в рейсе, и в первый рейс свой на научно-исследовательском судне профессора Логачев я попала в 2007 году. И этот рейс проходил в срединно-атлантическом хребте вот на 13 градусе северной широты между двумя трансформными разломами Зеленого мыса и марафон. Ну это была первая удача. Вторая удача это то, что я присутствовала при открытии нового гидротермального поля, точнее даже узла. Вот этот гидротермальный узел Семенов на данный момент он включает 5 гидротермальных полей. Ну вот с того времени так получилось, что у меня появились собственные образцы, и я начала исследовать современные сульфиды. После этого в 2011 году мне посчастливилось побывать еще в одном рейсе тоже с этой же командой исследователей, производственных исследователей. И тот рейс происходил немножечко в другое место, то есть чуть южнее, и опять мне посчастливилось побывать при открытии нового гидротермального узла, нового гидротермального поля, его назвали Ириновское. Ну меня всегда спрашивают, имею ли я какое-то отношение, или это название имеет ли какое-то отношение ко мне. Дело в том, что в том рейсе было 4 Ирины. Это главный геолог, точнее так, начальник геологического отряда Ирина Ильинична-Рождественская, геофизик Ирина Антипова, минералок Ирина Добрецова, и вот я приглашенный описыватель рут Ирина Амеликесова. Ну и вот мужчины в том рейсе решили, что будет замечательно назвать это поле Ириновское. Так что фактически одна четвертая моя. Эти образцы я тоже привезла с собой и активно занимаюсь их изучением, пропагандированием. Получаем мы интересные результаты. Я стараюсь публиковать наши результаты в хороших журналах. И ездим мы на конференции. Ну раньше было много зарубежных конференций, потом во времена ковида это немножечко прекратилось. Вот сейчас тоже это все возобновляется только-только. И вот недавно я как раз приехала с конференции полезные ископаемые мирового океана, которая проходила в городе Санкт-Петербурге. Она была юбилейная, десятая. Проводила ее организация в НИИ Океан Геология, которая тоже занимается исследованием сульфидных рут и других морских полезных ископаемых. И здесь как раз было очень много посвящено сообщений тому самому российскому разведочному району от 12 до 20 градуса северной широты в Атлантическом океане, в Срединно-Атлантическом хребте. Почему? Но дело в том, что в 2012 году Российская Федерация и не только, другие страны тоже заключила контракт с международным органом по морскому дну на изучение вот этого района нашего разведочного, на изучение, на поиски и разведку, а также последующую добычу этих полезных ископаемых. Я знаю, что сейчас ведутся, ну, с того времени ведутся активные работы, контракт там продлевается, потому что все сделать невозможно очень быстро. И там очень много существует подводных камней. Как раз все это вот обсуждалось. Добыть полезные ископаемые с морского дна не так просто, я имею в виду с глубоководной части, потому что шельфовые полезные ископаемые, например, разные россыпи, ну, к примеру, намибийские алмазы, да, их добывают или другие какие-то полезные ископаемые. А вот сульфиды или, например, еще железомарганцевые конкреции и корки, которые вот в Тихом океане очень распространены, все ученые, исследователи, производственники сейчас как раз заточены на то, что, чтобы придумать технологии экономически выгодные, главным образом тут решает все экономика. Пока что, к сожалению, мы хоть и говорим о будущей добыче полезных ископаемых, но пока что на данный момент, во-первых, еще не истощились запасы на континентах и экономически пока не очень выгодно добывать эти полезные ископаемые со дна морского. Но, конечно, жизнь не стоит на месте, и оно когда-то будет разрабатываться. Вот мы в это верим. Вот российский разведочный район, он включает в себя 14 гидротермальных полей. С одной стороны, это не очень большая цифра, а с другой стороны, все-таки почти каждая из этих полей включает в себя несколько полей. То есть, фактически, это рудный узел, в котором присутствует несколько полей. Поэтому это довольно-таки серьезные масштабы. Но, кстати, по этому контракту с международным органом по морскому дну интересная есть вещь. Страна может вот это все изучить, эти 100 блоков, 100 на 100 километров площадью, но отдать потом обратно в ООН фактически 75% территорий, оставив себе на добычу только 25%. Ну, до этого тоже еще достаточно далеко. Я думаю, что вот наши исследования, которые, конечно, в основном касаются фундаментальных аспектов образования сульфидов на морском дне, условий их формирования и прочих моментов, они все-таки имеют какой-то практический, хоть и отдаленный результат. Ну, вот просто приведу небольшой пример. Все мы знаем про тяжелые металлы. И у многих людей это сразу вызывает, ну, скажем, страх, что ли, потому что загрязнение почв, воды, до воздуха, еды, всего чего угодно тяжелыми металлами, это, конечно, очень плохо. И нужно стараться этого избегать. И вот в этих рудах, которые мне посчастливилось изучать, вот труба, фрагмент трубы серого курильщика, который состоит в основном из сульфидов цинка, минерала сфалерита, гидротермального поля Ириновская, вот оказалось, что эти руды, эти курильщики содержат много минералов, очень мелких, их очень немного, но тем не менее они есть. И эти минералы тяжелых металлов, ну, например, минералы кадмия. Оказалось, что вот в этих рудах сфалерит, главный минерал, он часто содержит много кадмия, до 40% массовых процентов в его составе присутствует кадмий. Ну, кадмий как бы известен своими токсичными свойствами. А сфалерит, кстати, очень легко растворимый минерал. И я считаю, что вот эта особенность этого сфалерита, а это на самом деле пока что, по всем литературным данным, которые мне были доступны, я смогла пересмотреть большое количество литературы, больше такого сфалерита на планете нет, даже на континентальных месторождениях, то есть с таким большим содержанием кадмия. Здесь еще был обнаружен и собственный минерал кадмия, кадмий-С, сульфид кадмия. Вот поэтому изучение минералогии является основой, в общем-то, потом для технологической переработки руд и для экологических прогнозов это без этого никуда не деться. И все это прекрасно знают. И минералогия, и тонкая минералогия, минералогический анализ, он интенсивно применяется при изучении, при разработке и при добыче континентальных полезных ископаемых везде. Естественно, к сульфидам имеется большой практический интерес, потому что, например, Урал, как мы знаем, это один из крупнейших поясов мира, содержащих запасы меди, цинка, и они содержатся в большой степени в колчеданных месторождениях. Новоучилинская, Училинская, Шемурская, Сибайская, их, конечно, очень много, все их знают, Гайская. Поэтому вот современные гидротермальные сульфидные поля, они рассматриваются с точки зрения потенциального ископаемого будущего. Попытка добыть сульфиды подводные, она была, но она, к сожалению, провалилась. И компания «Наутилус Минералс», которая очень долго, в течение 10 и даже больше лет, каждый год на всех конференциях международных рассказывала о своих успехах в постройке суднов, постройке роботов, постройке системы подъема измельченных сульфидов на судно, она, к сожалению, оманкротилась. Хотя они уже провели разведку гидротермального поля, потому что немаловажный аспект, как добывать, не зная, что добывать. То есть, естественно, нужны разрезы, нужны карты. Это же все находится под водой. И это поле гидротермальное, которым занималась эта компания, называется «Салвара». Оно находится рядом с Попуа-Новой Гвинеей, в море Бисмарка. И глубина там всего лишь полторы тысячи метров. Это очень немного по меркам морского дна. Потому что, например, в Срединной Атлантике, в российском разведочном районе, глубина залегания полей достигает четырех тысяч метров. Это четыре километра. Вот поле Ашадзе до недавнего времени считалось самым глубоководным полем в мире. Ну, после открытия одного поля почти на пяти тысячах метров в Карибском море, оно такое, оно это звание потеряло самое глубоководное. Но четыре тысячи метров это очень много. И все остальные гидротермальные поля, это в среднем две-три тысячи метров. Это очень глубоко. И представляете, какое там давление, да? А здесь вот относительно неглубоководная обстановка задуговая, задуговой бассейн. И эта территория принадлежала и принадлежит Попо-Новой Гвинеи государству. Естественно, эта компания тесно взаимодействовала с государственными структурами Попо-Новой Гвинеи. И до какого-то момента все шло хорошо. Вот. И даже есть российские бизнесмены, которые вкладывали, это, кстати, не секрет, вкладывали, вкладывались в акции этой компании Наутирус Минералс. Но, к сожалению, в какой-то момент они не смогли договориться с правительством Попо-Новой Гвинеи. И те запретили деятельность. Ну и потом получилось, что деньги никак они не могли вернуть. Им пришлось пройти процедуру банкротства. Хотя были посчитаны запасы, не ресурсы, а запасы. При средних содержаниях все это было опубликовано. Меди, цинка, золото и серебра. Поскольку те гидротермальные поля, которые в Тихом океане встречаются, они обогащены всегда золотом и серебром. Это как вообще один из важнейших попутных полезных компонентов. Гидротермальные поля в Атлантике, они обогащены медью и цинком. Ну, это тоже все содержания варьируют в зависимости от типа пород, с которыми ассоциируют. Например, на базальтах чуть больше цинка в среднем. На ультрамофитах чуть больше меди. Но в целом медь и цинк это главные полезные ископаемые. Гидротермальные поля на ультрамофитах также характеризуются повышенными концентрациями. Иногда бывает кобальта, никеля, золото и серебра тоже есть. Некоторые поля характеризуются, ну, отдельные образцы, так скажем, свинца, свинец показывают высокий. Но это вряд ли будет промышленно интересно кому-либо. А вот медь и цинк, да. И они, как вы знаете, везде нужны. И пока еще человечество не придумало способов отказаться от каких-либо металлов. Оно только требует, требует и требует новых источников. Ну, если говорить немножечко, если говорить не о сульфидах, очень большая часть исследователей занимается железомарганцевыми конкрециями и корками, которые вмещают в себя, помимо железа марганца, очень много редких элементов примесей. Например, кобальт, никель, редкие земли. А редкие земли, как вы знаете, это сейчас один из основных, ну, одни из основных нужных элементов, поскольку они используются широко в различных отраслях промышленности. Начиная от электроники, заканчивая всем, чем можно. То есть вот литий, как мы знаем, нужен для электрокаров, скандий, итрий, это очень-очень нужные элементы. И в железомарганцевых корках и конкрециях на дне мирового океана задержится их достаточно большой запас. Конечно, пока они тоже не могут конкурировать с месторождениями на континентах, но когда-то придет и их время. И, кстати, в прошлом году компания Металс провела первую опытную добычу 14 тонн железомарганцевых конкреций со дна Тихого океана, с глубины на минуточку 4000 метров. То есть железомарганцевые конкреции залегают очень глубоко между разломами Кларион и Клипертон в Тихом океане, огромные поля осадков, на которых лежат железомарганцевые конкреции. И вот они добыли 14 тонн, собирая их, скажем так, подводным бульдозером. Это тоже открытая информация, есть ролик в интернете, как это происходило, довольно интересно. И вот как раз, как конкурирующая фирма, одна из компаний наших, российских, на этой конференции полезных ископаемых мирового океана, в этом году представила потрясающую разработку робота под названием «Особь», которая должна быть конкурентом такому бульдозероподобному сборщику, он будет плавать и руками по одной конкреции в себя доставлять. И в отличие от бульдозерного способа, он не будет, по идее, не будет вредить окружающей среде, поскольку вот, например, от бульдозера на осадках остались следы, и неизвестно, когда они исчезнут. И, конечно же, те, кто там жил на этих осадках, они, к сожалению, умерли. В моей коллекции есть образцы из нескольких гидротермальных полей нашего российского разведочного узла. Ну, в частности, конечно, я вот начинала с изучения руд гидротермальных полей Семенов. Один, два, три, четыре. Пятое тогда еще не было открыто в 2007 году, его открыли в 2009. И, как мне кажется, нам удалось показать в наших исследованиях некоторые особенности образования этих гидротермальных полей. Ну, вот, к примеру, гидротермальное поле Семенов-2, оно отличается от всех соседних полей Семенов высокими содержаниями цинка и меди. Там очень богатые медно-цинковые руды. И в них содержится очень много золота и серебра. Опять же, до недавнего времени содержание золота 188 граммов на тонну, там были зафиксированы в штуфных пробах, они считались самыми высокими содержаниями среди всех гидротермальных сульфидных полей в океане. Ну, никакие рекорды не вечны. На самом деле, недавно в одном из гидротермальных полей недалеко от Японии были зафиксированы содержание золота 275 граммов на тонну максимальные. Это очень много, это колоссальное количество, там очень много золота. Но в нашем поле гидротермальном Семенов-2 тоже золота очень много, и под микроскопом мы его находили. Оно очень мелкое, очень тонкое. Оно меньше 10 микрометров размером, все золото. Но главный наш результат заключался в том, что с помощью лазер ICP-MS анализа, который провел Валерий Владимирович Масленников с моими образцами в Тасмании, когда он ездил в университет Хобарта на работу, эти анализы помогли установить, что золото в этих рудах, оно не только в свободной форме присутствует. То есть вот эти частички золота, они в основном там связаны с опалом. Но основным концентратором золота, как ни странно, являются не первичные сульфиды, например, халькоперид, сфалерид, там, или изокубанид. Нет, а золото, невидимая, так называемая невидимая форма золота, оно содержится в кавеллине. Это минерал-медик, упрумес, его, конечно, все знают. И вот в нем золото в количестве до 200 с лишним граммов на тонну, это точечные лазеры ICP-MS анализы, надо это понимать, оно концентрируется. То есть фактически мы показали, что есть вот две формы, самородная и невидимая. И при последующей возможной добыче это, естественно, надо иметь в виду, что есть невидимая форма золота, и оно может, это невидимое золото, уходить в потенциально медный концентрат, поскольку это минерал меди, ну и либо извлекаться оттуда каким-то образом, либо оно будет теряться. Вот это, например, поле Семенов-2. Ну, чуть более, может быть, фундаментальные, менее практические результаты касаются, к примеру, поля Семенов-1. Дело в том, что считается, что вот этот гидротермальный узел, он связан с выходами мантийных пород на морское дно. Это вот габроиды, ультрамофиты, это вот та самая мантия. Естественно, якобы вмещающими породами являются ультрамофиты для этих полей. Но результаты вот минералогического анализа руд, которые практически сложены перитом, ну, с моркозитом, и с большим количеством барита, то есть барита, минерала бария СУ-4, там доходила до 20 объемных процентов. Но такие руды нетипичны для гидротермальных полей на ультрамофитах. Ну, не может быть. Даже если они пространственно и совмещены, то генетически к образованию руд гидротермального поля Семенов-1, по нашему мнению, ультрамофиты не имеют никакого отношения. И, скорее всего, были задействованы какие-то вулканические породы, вероятно, даже типа Е-морб. Еще один пример. Например, поле Семенов-3. На нем было драгировано большое количество сульфидных брекчей. Вот такие обломочные руды, они всегда были одним из главных фокусов внимания в нашей лаборатории. Мои коллеги практически все занимались, кто занимался колчеданными месторождениями и продолжает заниматься, всегда изучают обломочные руды, потому что обломочные руды могут нести в себе ответы на многие вопросы, как происходит рудообразование, как растет холм, как он разрушается, и что потом происходит при диагенезе и метаморфизме, при процессах преобразования сульфидных залежей. И вот сравнение современных сульфидных брекчей с древними, оно, конечно, было для нас невероятно интересным и актуальным. И многие вещи, которые мы нашли в этих сульфидных брекчаях, мы потом сравнили с древними сульфидными брекчаями, поняли единство и сходство процессов. И, например, вот если говорить об этих брекчаях, возраст этого сульфидного поля был определен в Санкт-Петербургском государственном университете, он примерно составляет 90 тысяч лет. Ну и там путем нехитрых вычислений мы прикинули и поняли, что вот процессы диагенеза, полной литификации сульфидных обломков, они произошли достаточно за короткое время, примерно 50 тысяч лет. И вот следующим гидротермальным полем, которым я сейчас занимаюсь, является мое тоже следующее любимое гидротермальное поле Ириновское, но про кадмиевые минералы я уже сказала. В данный момент я изучаю еще одни образцы, но не поделюсь пока результатами, потому что они, как мы говорим, шутя между собой, достойны уровня Nature. Ну, Nature, как известно, это самый топовый журнал международный, научный. Но это, конечно, шутка. Действительно, изучение современных образцов, современных сульфидных руд приносит богатейшие плоды. Там бесконечно интересная минералогия, и это просто наслаждение заниматься этими образцами, изучением. Редактор субтитров А.Семкин